Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. В студии Семен Тимофеев. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. ЧП в набережных Челнах. Мужчина с ножом зашел в одну из школ. Сервис по кикшерингу вернул свои электросамокаты. Появятся ли они на улицах города? Торговых точек в подземках стало меньше. Часть предпринимателей ушла с остановки райисполком. Розы, хоризонтемы, лилии. Как изменились цены на цветы? ЧП в набережных Челнах. Мужчина с ножом зашел в одну из школ. Поводом для визита стало якобы то, что его сына обижают в образовательном учреждении. Позже выяснилось, буллинга не было. На место выехал корреспондент телеканала Челны ТВ. Мужчина с ножом пришел в образовательное учреждение накануне в пятом часу вечера, после того, как его сын вовремя не вернулся домой. Как стало известно, проникнуть в школу он смог только после того, как из нее выходили сотрудники. Как раз в это время дверь оказалась открыта. Попасть в школу не так-то просто. На дверях стоят электронные замки по всему периметру, камеры видеонаблюдения. При входе встречает сотрудник ЧОП. Плохо, чтобы в руках ничего нет. Даже электрошокер нет никакого. Ничего же не дают нам. Его как обездвижник, допустим. Электрошокер раз, и он на время выключится. За это время можно успеть что-то делать. Инцидент произошел в школе номер 18. По предварительной информации, мальчик не вернулся вовремя домой. Мама забила тревогу. Нашла ребенка у подруги. Четвероклассник был в грязных брюках. Он рассказал маме, что его побили в образовательном учреждении. Его отец, схватив кухонный нож, отправился разбираться с обидчиками ребенка. Сообщают в популярном телеграм-канале. Но в школе выдвинули другую версию. Якобы челнинец просто пришел за сыном. Просто он держал нож. Он, наверное, куртки был у него. Куртку бросил там. Зашел вот таким образом уже. Не размахивал, он никому не угрожал. Кто-то там обижает и так далее. Таких побесей вообще не было. Нет, он зашел вот сюда. Где мой сын? Вот стояли. Он же куда-то не дергался. Вахтер и охранник разговаривали на расстоянии с ним. Когда мужчина успокоился, он вышел из школы. Выбросил нож. К этому времени уже подъехали сотрудники Росгвардии и правоохранительных органов. Охрана школы ЧОП и сотрудники школы номер 18 задержали на входе мужчину, который вел себя неадекватно. Была нажата тревожная кнопка. Оперативно приехала полиция и мужчину забрали для выяснения всех обстоятельств. В ходе инцидента никто не пострадал. Факт буллинга ученика не подтверждается. Прибывшими на место происшествия полицейскими, мужчина 1982 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В отношении него был составлен административный материал за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили под стражу. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблема, которую вы хотели бы поделиться, звоните нам по номеру 513131. Оставьте свое сообщение на автоответчик в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео в WhatsApp по телефону 8 939 311 3131. Наши корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. Сервис по кикшерингу забрал свои электросамокаты, изъятые исполкомом две недели назад. Город хранил их на территории автостоянки Тулпар-1. Тогда в исполкоме пояснили, что отсутствует соответствующая документация, не было разрешения на размещение самокатов. Чтобы возобновить работу в набережных Челнах, к сервису необходимо обратиться с заявлением в исполком. К сервису необходимо обратиться с соответствующим заявлением в исполнительный комитет. После будет утверждена схема размещения пунктов проката. Такой документ сейчас разрабатывается. В нем учитываются и предложения, поступившие от предпринимателей. Почему не ремонтируют дороги? Садоводы СНТ Прибрежный уже не один год задаются этим вопросом. Дорога от перекрестка водозабор до Прибрежного в аварийном состоянии. Яма на яме, говорят дачники. В результате пробки и аварии. Лилия Хабибьянова выехала на место. Здесь вообще невозможно проехать, для того, чтобы не попасть в яму. Вроде стараешься объехать с обочины, а в обочине тоже глубина и грязь и все. И таких участков от перекрестка водозабор до Садового общества Прибрежный немало, говорит Виктор Гуцалюк. Полтора года назад здесь был ямочный ремонт, однако его хватило ненадолго. Приходится маневрировать между ямами, потому что, по сути, это аварийная система. Так срабатывает, что приходится тормозить постоянно. Ну и на машине, естественно, это сказывается. Сейчас запчасти дорогие, ремонт дорогой. Но прежде всего это небезопасно. Особенно вечером, утверждают дачники. По этой дороге ездят до Садовых обществ Прибрежный, Бриз, Орбита-2 и собственники поселка Алан. Многие проживают круглогодично. Детей каждый день возят в сады и школы. В выходные образуются пробки. В Прибрежном проживаю. Дороги здесь ужас, конечно, добираться до сюда. Вот сейчас как снег оттаял, сам лично два колеса здесь пробил, ездил как бы ремонтировать. Надо с этим что-то делать. Да, дороги вообще убиты. Второй год уже ездим, бьем машины. Громадный, там три с половиной тысячи. Восемьсот, тут семьсот с лишним человек. И вообще ужас, ужас. Еще зимой садоводам обещали, что в этом году сделают капитальный ремонт. Данный участок был включен в республиканскую программу внешней инфраструктуры садовых товариществ. Планировали отремонтировать в два этапа. Те средства, которые выделяются из бюджета республики по данной программе, это 300 миллионов именно на дороге, на всю республику. В данном текущем году Тукаевский муниципальный район не попал в данную программу. То есть эти средства были разделены на 14 объектов. Тукаевского района в данном плане нет. Однако садоводов такой ответ не устраивает. Они требуют, чтобы власти Тукаевского района приняли меры. Мы писали письмо Малышевнинскому главе, но ответа пока не получили. Ждем ответа, но похоже мы его не дождемся и отправим письмо в Тукаевский исполком, на главу Тукаевского района. Ну а если уже там, ничего не будет, тоже Казань. Как нам сообщили в администрации Малышевнинского сельского поселения, этот вопрос на стадии решения. Планируют провести ямочный ремонт, но когда, по-прежнему неизвестно. Лилия Хабибьянова, Айдар Мусин, Новости Челны ТВ. В набережных Челнах сокращается количество павильонов в подземных переходах. Одни предприниматели уходят сами, других выселяют. Так ларьков стало в два раза меньше. Наша съемочная группа побывала в подземном переходе на остановке Рейсполком и узнала, как челнинцы относятся к продаже в подземелье. Подземный переход на остановке Рейсполком один из центральных набережных Челнах. Поэтому павильоны незамеченными не остаются. А вот отношение к ним горожан разнится. Приятно всегда, проходя по подземке, например, чувствовать не какие-то противные запахи, а цветущий аромат, рост, например. Можно так, чтобы порядок был всегда, чтобы поддерживали. Мы уже привыкли как-то, надо сказать. Даже пройти там шоколадку купить, на работу опаздываешь. Я бы не стала брать продукты в подземке. Цветы бы покупала, продукты, наверное, нет, потому что не уверена, что здесь сохраняются, соблюдаются все требования. Некоторых пешеходов смущает не столько предпринимателей, сколько плачевное состояние самой подземки. По словам челнинцев, ремонт катастрофически нужен. Такой бедлам, что в подземках не был. Че он такая страшная подземка, страшно заходить в нее. Когда ремонтировать, то их будут. Видите, сколько лет ему. Все лестницы, все уже сломано. Зимой вообще ходить невозможно. Предприниматели заверяют, без них подземка станет еще хуже. Да и идти им уже некуда. А торговля – это их основной источник дохода. Так Елена Илюхина более двух десятков лет работает в подземелье. Есть люди некоторые, которые хотят нас убрать. Но если мы уйдем, здесь же еще хуже будет. Еще бардак будет. Мы хотя бы чистоту придерживаем. Налоги платим, нас аренды платим. Бюджет все-таки копейка будет какая-то. Тем не менее, павильонов в подземном переходе стало меньше. Но, как сообщили предприниматели, это было решение владельцев киосков. Продажи упали. В Восполкоме сообщили, пока капремонт в подземке не планируется. И ищут источник финансирования. Впрочем, выгонять предпринимателей тоже никто не собирается. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Новости, Челный ТВ. Цветочный бизнес надеется на импортозамещение? Большинство цветов, как и раньше, импортные. Однако затраты на их приобретение и доставку выросли, говорят предприниматели. Лилия Хабибьянова посмотрела, какие цветы представлены на прилавках. Российская роза. Только у нас, к сожалению, вот эта роза. Вот Джумили и вот Наоми. Остальные все импортные. Предприниматели пытаются заменить импортные цветы на отечественные. Но пока полностью сделать это не получается, говорят бизнесмены. Розы в основном заказывают из Эквадора. Большинство цветов из Голландии. Поставщики остались те же, но появились сложности с логистикой. В результате цветы приходят с задержкой в 2-3 дня, говорят предприниматели. Подороже стали розы, подороже. Ну, как-то они говорят, что транспортный налог повысился. Так-то и от доллара зависит. Но доллар пока он и не скажу, что высокий. Ну, так вот как-то. Одна эквадорская роза сейчас обойдется примерно 250 рублей. Отечественная дешевле – 200. По такой же цене можно купить и ветку хризантемы. Продавцы признаются, продажи снизились. Однако спрос на цветы по-прежнему сохраняется. Не, ну было бы неплохо, конечно, если бы наша Россия свой цветок нам поставляла, никакого импорта. Конечно, мы бы все были за. Качество очень хорошее российского цветка. Но пока его очень мало. Хризантемы, например, Голландия – это уже пока России трудно выращивать. Розы, лилии, кустовые розы, да, они у нас хорошо идут. Отрасль нуждается в импортозамещении, говорят предприниматели. Они готовы покупать российские цветы. Но пока спрос превышает предложение. Лилия Хабибьянова, Айдар Мусин, Новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ и мы продолжаем. Теперь Симба есть и в Тукаевском районе. В фермерском хозяйстве в деревне Биюрган родился верблюжонок. На экзотическое животное посмотрел Руслан Бикмухаметов. Его зовут Симба. Он родился 10 мая. Он пока что не отходит от своей мамы, но несмотря на то, что он недавно только родился, он уже не такой уж и маленький. В принципе, верблюды добрые, подпускают к себе. Можно подойти, разве что маленький отходит. И кажется, мама готова защищать его, потому что взгляд у него достаточно недовольный. Пока глава верблюжьего семейства уехал на выступление, посвященное тысячу столетию принятия ислама Волжской Булгарии, оставшиеся животные пасутся в поле. Появление малыша стало сюрпризом, вспоминает фермер Инзеля Шайхулина. Она, как обычно, пришла покормить животных и увидела новорожденного верблюжонка. Такой здоровенький, бодренький, вовсю уже ходит, знакомится с местом. Сначала коровы боялись верблюдов, они у нас, как вы приехали, видели с коровами вместе, но сейчас уже привыкли к друг другу и прекрасно дружат. Имя Симба придумали дети, вдохновившись знаменитым мультфильмом. У семьи Шайхулиных в планах развивать сельский туризм, но для этого нужно немало средств, говорят фермеры. Поэтому пока они решили заняться молочной фермой, в их хозяйстве уже более 50 коров. Руслан Бекмухаметов, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. В набережные Челны приехал призер летних Олимпийских игр в Токио дзюдоист Тамерлан Башаев. Он провел мастер-класс для борцов Автограда. Местом встречи выбрали спортшколу Олимпийский. Съемочная группа телеканала Челны ТВ также посетила мастер-класс. Я очень рад, что к нам приезжает Тамерлан Башаев. Я давным-давно хотела стать таким же сильным, как он, и завоевать золотую медаль в Олимпийских играх. Занимаюсь уже спортом 8 лет. И сегодня к нам приезжает бронзовый призер Олимпийских игр Тамерлан Башаев. И проведет мастер-класс на нашем челнинском татаме. Я научусь чему-то новому. Ребята не сводили глаз с дверей. Они ждали, что вот-вот зайдет бронзовый призер Олимпийских игр под дзюдо Тамерлан Башаев. Встречи с именитым спортсменом ждали более сотни челнинских борцов. Он же на сегодня является кумиром вот этих маленьких детей, которые, может быть, кто-то еще сомневался, заниматься дальше или нет. Но вот после сегодняшней встречи и тренировки, я уверен, что 100% дети хотят и будут заниматься дальше. С этим согласен и сам дзюдоист Тамерлан Башаев. По его словам, он помнит, какое впечатление на него производили знаменитые спортсмены, которые проводили тренировки на его родном татаме. Олимпийского призера это мотивировало на отличные результаты. Я привез, во-первых, медаль с Олимпийских игр, надеюсь показать им, понять, что она того стоит, для того, чтобы посвятить часть своей жизни к этому стремлению. Во-вторых, попытаюсь в конце провести разговор, чтобы немножко дети почувствовали, вдохновились, чтобы вникли в саму суть этой спортивной жизни. А еще Тамерлан Башаев уверен, что если борцы прикоснутся к Олимпийской медали, то получат заряд энергии, который, возможно, приведет их к Олимпийскому пьевесталу. Альмира Гайнуйдин, Вайдар Мусин, Новости, Челны ТВ. Новости, Челны ТВ. Для снежной зимы организму нужна помощь в борьбе с витаминозом. С этим как нельзя лучше справляется натуральный полезный продукт – рыба слабосоленая, а также холодного и горячего копчения. Каждый покупатель найдет свой деликатес по вкусу, ведь на прилавках представлено более 35 видов морских деликатесов. Покупала голорыбницу, семгу покупала. Вкусно. Очень полезно. Тем более весной. Поэтому решила купить, вгоститься. В дальнейшем еще приду, еще другие рыбки посмотрела. Дочь в гости приехала, угощаем ее. Не первый раз уже берем вкусную рыбу. Икра вкусная. Белая рыбница и чавыча. Тунец, белорыбница, омуль, нерка, палтус и королева Камчатского улова чавыча. Особой популярностью пользуется икра. Размеры кринок достигает до 7 мм в диаметре. Она не только украсит ваш стол, но и принесет пользу для иммунитета. У нас шикарная икра, крупнозернистая, отборная. Обратите внимание, прям зернышко к зернышке. Слабо соленая. Она богата витаминами и микроэлементами. Детишкам, беременны. Это же натуральная икра. Дикая рыба. Посетить высовку, ярмарку икра и рыбы Камчатская можно до 21 мая, включительно в торговом центре «Грин» на первом этаже. Вход со стороны Автозаводского проспекта. Это все, что мы успеваем рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него вашему вниманию новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. Увидимся на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин